друзья всем привет сегодня поговорим о том как поменять позу нашему персонажу речь идет о сгенерированном персонаже который вы сами сгенерировали в конкретной позе с участием control net open pose и после этого ему хотите эту позу скорректировать тут важный момент есть именно скорректировать а не заменить ее на другую позу сейчас на изображении вы видите персонажа сгенерированного в одной позе потом поза у него поменялось и здесь еще раз поменялось при этом при всем у него одежда остается абсолютно такая же как и было и лицо тоже сохраняется меняется только поза с основа был взят workflow из нашего телеграм-канала в разделе workflow вот этот вот рабочий процесс здесь он достаточно подробно описан так что можете отблагодарить автора поставив лайк я этот workflow протестировал на разных моделях и внес небольшие изменения так вот вот этот workflow со сменами поз очень неплохо работает с моделями 1.5 но с моделями sdxl работает гораздо хуже несмотря на то что модели sdxl работают с моделями control net open pose и control на этом референс то результат в них получается хуже есть еще один момент если вы работаете с фотореалистичными артами то для полного повторения лица вам возможно понадобится реактор руб подобное приложение в этом видео мы разберем рабочий процесс который работает с моделями 1.5 так как он самый нормальный самый точный ну что же давайте приступать смотрите вся эта техника работает при условии что это изображение вы сгенерировали и причем сгенерировали его при какой-то конкретной позе то есть с рабочим control на этом исключенным open pose потому что если вы это изображение сгенерировали не с open pose а потом open pose включили то даже при одном и том же сиде у вас скорее всего изображение будет другое но она точно не повторится теперь давайте включим какую-нибудь модель 1.5 я выбрал фотон напишем какой-нибудь prompt свой prompt я приложу как всегда в бусте чтобы вы могли потренироваться вот такой будет у меня prompt и сейчас изображение здесь сгенерировано без open pose но нам его нужно сгенерировать с какой-нибудь конкретной позой с включенным open pose поэтому открываем ваш open pose editor если вы не знаете как включить open pose editor это расширение на моей сборке вам достаточно перейти в extensions найти здесь архив open pose editor и распаковать его вот так вот распаковать и все если у вас какая-то другая сборка то заходите в extensions выбирайте available load from в поиске пишите слово open и находите вот такое расширение open pose editor нажимаете install дожидаетесь окончания установки после этого переходите installed и платье restart ui и у вас должно появиться вот такое расширение open pose editor теперь мы переходим в open pose задаем здесь какую-нибудь позу допустим сделаем вот такую позу можете воспользоваться какой-то уже готовый позой можете на цвета и в поиске набрать dynamics pose и скачать вот такой вот набор поз или можете найти его у меня на бусте на цвета и он обновляется и поэтому там скорее всего будет более актуальный набор поз теперь после того как вы выставили нужную вам позу выбираете сенту тексту имидж и отправляете эту позу в control нет тексту имидж вот сюда вот теперь control нет включаете выбираете open pose выбираете при процессор но он нам не нужен потому что у нас уже есть поза они изображение control мод выбираете control нет и small important то есть control нет будет важнее чем prompt и теперь нажимаем generate генерируем изображение ну и как видите теперь у нас колобок не один давайте попробуем сгенерируем изображение без колобков поскольку речь идет о персонажах все-таки давайте да сгенерируем просто персонажа без лишних объектов вот такой персонаж нас получился и теперь мы хотим этого персонажа поставить в какую-то другую позу теперь мы фиксируем наш сид зафиксировали сид переходим обратно в open pose соответственно в open pose у нас загружена текущая схема если это не так то выбираете detect from image переносите соответственно это изображение на рабочий стол и с этого изображения получаете позу но поскольку мы эту позу только что делали эта поза актуальна и теперь мы можем поменять ее при смене поз учитывайте размер скелета который был то есть вот эти вот длинные конечности они примерно должны совпадать с той длиной конечности которая была до этого еще обратите внимание если у вас размеров действует непропорциональный то есть какой-то из размеров больше то указывайте актуальный размер изначально сейчас у меня стоит 512 а изображение генерируется 768 и поскольку это квадрат разницы нет но если бы это было бы не квадратное изображение а вытянутый вверх или в ширину то скорее всего у меня бы что-то пошло не так поэтому лучше изначально конечно здесь указывайте актуальное изображение соответствующие вашей картинке то есть соответствующие вот этому вот разрешение изображения и вот теперь когда мы поменяли позу нажимаем send to text to image смотрим что поза прописалась теперь у нас здесь новая поза сид должен быть зафиксированным теперь нажимаем снова дженеры смотрим и у нас ничего не получилось то есть одежда поменялась прическа поменялась лицо повезло осталось и чтобы этот прием работал перейдем во второй control нет выберем здесь референс включим этот control нет и закинем предыдущие сгенерированные изображения то есть вот это вот изображение которое мы сгенерировали больше здесь из параметров ничего вообще менять не нужно нажимаем generate и теперь мы видим что наше изображение действительно похоже и одежда и лицом но она поменяла свою позу да у нас здесь получилось четыре пальца но и на первом изображении были проблемы с руками здесь изначально нужно было сгенерировать изображение обращая внимание на руки может быть подобрать какую-то другую модель но в общем-то речь сейчас не об этом смотрите если нас это изображение не устроило и мы хотим какой-то еще вариативности из получить то что мы можем сделать вот сид мы здесь менять уже не можем если мы его поменяем у нас получится что-то другое экстрас вариативность мы здесь тоже принципе менять не можем тоже получится что-то другое не настолько будет сильно разница результат как при изменении сидов но тоже будет разница и в общем то здесь мы вообще больше менять особо ничего не можем мы можем немножко подкорректировать позу, зайти в OpenPos Editor и сделать здесь какие-то небольшие изменения. Это тоже повлияет на результат, естественно же. Но можем вообще ничего не делать и просто нажать еще раз Generate. Как видели, я вот уже нажимал здесь еще раз Generate, и у меня получилась как раз таки пятипалая рука, как положено. А на предыдущей генерации была четырехпалая, но пальчики были побольше. При этой генерации получилась третья рука. Давайте еще раз генерируем. И вот здесь третья рука исчезла. Видите, я ничего вообще не делал. Я просто генерирую еще и еще. За счет того, что у нас стоят вот эти вот ControlNet, OpenPos и Reference, происходит вот такое вот неточное повторение. И это неточное повторение нам дает вариативность. Тут я думаю, все понятно. То есть позу эту можно менять, продолжать и дальше. И наш персонаж будет просто в разных позах повторяться. У него и одежда, и лицо, и прическа. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк. Заходите в наши группы Telegram и ВК, а также заходите на Boosty. Там приложены все файлы, все модели, все сопутствующие ссылки. Если вы хотите поддержать наш канал, можете сделать это тоже на Boosty. А на этом, как всегда, всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok